доброе утро друзья сегодня себя чувствую лучше но еще не в такой степени чтобы активно заняться видео на котором я покажу зарядку которую я бы хотела рекомендовать и сама делать ее каждый божий день пока я этого не делаю потому что я жуткая лентяйка и для этого помните я говорила что мне хотелось бы наверное начать съемки месячного марафона ну допустим весь майский месяц чтобы себя контролировать ну и вас мотивировать на свершение поэтому я сегодня что решила я уже несколько раз вам показывала что мы постоянно ходим в отдел эко био веган и наверное у всех возникает такой вопрос что ты туда ходишь если ты там ничего не покупаешь да я там ничего не покупаю кроме хлебцы они у меня всегда есть теперь только ржаные что-то я разочаровалась в гречневых но и вот такие вот печеньки мне кажется что я вам тоже их показывала в том магазине почему открытые у меня сегодня вместо завтрака или или это был такой завтрак был кофе с молоком и вот эти печеньки если я себе позволяю такую вольность то я уже не завтракаю ну типа там каша яичница винегрет с селедкой я уже тогда не завтракаю потому что опять же почему я ничего не покупаю потому что все вот эти вот вещи и те вещи которые в достаточно большом количестве покупает себе моя дочка это не еда это перекусы а перекусы я сама себе позволить пока не могу для этого надо достичь того ну хотя бы тех хотя средних показателей которым я стремлюсь и тогда уже включать свой рацион перекусы пока этого ну вот не могу я сделать а дома у меня всегда есть вот такие вот вещи у меня есть вот такие вот корнирсы это типа чипсы говорят вкусные я если честно не пробовала у меня есть вот такая вот сладость это такая дутый рис но он не такой как в хлебцах этих вот рисовых он более приятный не знаю на что похож вроде у нас в детстве была такая сладость воздушный рис в глазури он немножко похож потому что он нежнее и он в шоколаде конечно шоколад не не шоколадный но он приятный я пробовала когда ксюша ела я пробовала вот такие вот есть конфеты это уж на случай если вообще как говорится не не в моготу и вот такие вот есть палочки они очень похожи на кукурузные но они из ячневой муки и все это конечно все это без сахара и все это низкого содержания калорийности вот эти вот печенья если кто-то будет себе покупать отдельно хочу сказать 3 печенюшки 100 килокалорий я знаю кому то кажется что это немного но не забывайте что это углеводный продукт поэтому я считаю что это сущее баловство и надо себе позволять такое баловство только в том случае если ты и занимаешься физически каким-то там какими-то нагрузками допустим огород копаешь да или или занимаешься активно на пусть даже кардио но все равно спортом ну в общем сами понимаете о чем я говорю что это баловство то что я себе допускаю это слабость это чистейшая слабость если требуется организму углеводы лучше сварить геркулесовую кашу это медленный углевод и хватит до обеда зарядки организму и зарядки для своей активности хлебцы ржаные мне очень сильно надоела моя хлебная лепешка собственно говоря как и хлебцы мне надоели но он простите такой продукт должен обязательно быть дома потому что иногда у нас бывают настолько низкокалорийные допустим те же самые супы что просто необходимо поддержать объем поглощаемого ну как это сказать ну не калорий а по сытости до дополнив тот же самый супчик помните я варила недавно суп на шпинате он получился вообще там 20 килокалорий нет 100 граммах то есть это очень очень низкокалорийно и если я еще и буду без хлебный дополняющий то есть без моей хлебной лепешки которая мне к сожалению надоело вот то я проголодаюсь очень быстро и не будет никакой пользы от моего относительно правильного питания почему относительно потому что я очень 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 занижаю себе калорийность это не всегда идет на пользу так так как это я не ем поэтому я и не знаю сколько здесь в 100 граммах 331 1 килокалория вот в этих они без сахара и без масла приготовлены эти конфетки ну сами понимаете я даже калорийность не буду смотреть но это же естественно что это перекус эти вот вафельки вот даже здесь это обожаю эту фирму она очень этично при поднесении информации поэтому они вот даже написали один хлебец 80 килокалорий здесь их по моему 4 штуки насколько я помню до 4 штуки и и эти чипсы тоже сами понимаете что это чистейшее баловство не относящиеся ни к какой еде это перекус 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 такой чтобы поддержать в себе вот нашла 100 граммах продукта 100 граммах продукта 360 килокалорий в упаковке 50 граммов где-то здесь было написано я только что видела и при том было написано крупно вот 50 граммов в упаковке то есть одна упаковка 180 килокалорий если вы себе можете позволить это по своему калоражу на перекус допустить 180 килокалорий чистейший перекус то ради бога потому что здесь как бы поддерживается та самая полезность питания которое нам сейчас необходимо ну вот что я хотела показать чтобы не было такого что зачем я вас мотаю по этим отделом ну просто это наш постоянный путь просто постоянный курица следующий отдел это био веган вот и хотелось показать что у меня всегда есть дома потому что у меня часто гостит внучка и ребенку нужны перекус а так как ребенок тоже находится увы да на правильном питании почему увы очень хорошо надо с детства приучать к тому что всегда в жизни будут какие-то ограничения не обязательно пищевые слово нельзя в нашей жизни очень много очень много или там допустим какие-то более мягкие этого не стоит делать лучше этого не делать и так далее и так далее и так далее поэтому ничего страшного сейчас такая как это сказать нездоровая жизнь вот я в силу того что сама сильно располняла на улице очень сильно обращаю внимание тоже на полных людей и вижу как это катастрофично допустим когда моя мама была в моем возрасте а я еще соответственно была маленькая девочка ну передо мной же это все мелькало я даже не помню такого изобилия отделов в магазинах где бы продавали 60 плюс размеры а сейчас это само собой разумеющиеся молоденькие девочки абсолютно не смущаясь говорят я себе 54 я себе 56 я себе 58 размер одежды заказываю то есть у нас тенденция не особо хороша очень даже не хороша и это аукнется на генетическом уровне это же это это вырождение поэтому хорошо что родители приучают внучку к ограничениям и хорошо что она уже начинает в какой-то степени понимать что не все что хочется это можно и еще раз здравствуйте сейчас у меня в такой степень для меня смешное включение что я даже сомневалась а снимать ли мне это на видео смотрела я что у меня есть в своих запасах и наткнулась вот на такой пакетик это когда-то не так давно принесла мне дочка кстати у нее тоже такие по моему целых два пакетика лежат я так поняла что у нее это какая-то проявилась ностальгия у пакетиков через месяц проходит срок годности я хотела выкинуть а потом подумала а почему бы мне не поэкспериментировать соя это наш по пп-шному режиму разрешенный продукт поэтому раз уж я вчера увлеклась начала опять готовить корейские блюда почему не приготовить из соевого мяса соевое блюдо ой корейское блюдо и сейчас я вам расскажу что будет у меня от вчерашней готовки остались вот такие вот остатки кусочек перчика кусочек помидорчика это я просто уже свежую кинзу нащипала из упаковки неизрасходованный лук вот неизрасходованные две морковки и я почистила вот такую крохоту личную добавочно морковку и вот оно то самое соевое мясо которое перед приготовлением и отжать наверное нужно перед приготовлением требует на активного замачивания поэтому я не поленилась замочила вот оно дошло до того состояния в котором оно должно быть но это сублимированный продуктом такие сухарики вот такие вот небольшие которые при замачивании вот так вот разбухают и все как всегда корейские корейский набор корейский набор специй для корейских блюд сахарозаменитель уме сахар у меня сахарозаменитель черный перец кориандр перец красный двух видов острый и сладкий соль уксус соевый соус все окажется да ну да ну да и что я хочу сделать на рынке покупаете корейскую спаржу но вы же знаете что это не спаржа не те вот зеленые ростки я забыла как растение называется в общем когда она становится взрослым то такие метелочки добавляют в букеты для красоты обычно на даче состригают хозяйки гладиолусы вот такую метелочку а вот та самая спаржа которую мы употребляем в пищу это всего лишь побег этого растения вот и значит что я решила то соя и это своя правда это у нас готовится вот это сублимированное соевое мясо готовится из соевой муки соевая спаржа готовится из ну чем там сложный процесс он если его читать подробно он очень очень не аппетитный его лучше не читать лучше я скажу что процесс приготовления той спаржи он слегка похож на приготовление растворимого кофе то есть там собирается вот пенка когда кипятится молоко и эта пенка при своеобразной обработке потом подсушивается и получаются вот различные в нашем случае вот такие длинные палочки спаржи соевой спаржи сейчас я порежу это на конечно вот не такие куски а на такие вот палочки надеюсь что порежу надеюсь порежется и отожму в нем оказалось очень много жидкости а нам это не надо потому что у нас будет корейский маринад который должен пропитать этот продукт а почему я говорила по ностальгии люди моего возраста прекрасно помнят те тяжелые времена которые как когда у нас практически ничего не было надо было все добывать доставать выстаивать очереди и тогда появились в магазинах во многих вот это вот сублимированный соевый продукт он там шел и гуляш и бифстроганов и шниц или то и все и как это ни странно мне удавалось так приготовить что даже дети говорили что это очень даже вкусно я не думаю что это такой степени вкусно но то что это из из полезного соевого продукта превращалось в очень очень неполезный окончательный продукт это точно потому что чтобы сделать вот это вот безвкусное если сейчас попробовать то такое какое-то странное хлебное производное даже на хлеб это не похоже но все равно какой-то хлебный привкус существует вот превратить это в приемлемый вкусный продукт приходилось столько всего добавить то есть там и масел и специи и усилители вкусов ну типа вот обигеты ну что нибудь еще 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 вот тонна моркови тонна лука тонна чеснока ну в общем все что под рукой было добавлялось к этому соевому продукту и в принципе я считаю что ели мы не соевый продукт а вот тот соус который которым насыщался этот продукт конечно ели там но я не помню что у нас тогда было гречка я не помню была не была но макароны то уж точно наверное были но в общем с чем-нибудь этой ели вот так вот сейчас я это нарежу и дальше уже буду придумывать что в какой очередности это все сделать или так же как я делаю корейскую морковку или все-таки каким-то образом усложнить пропитку отдельную пропитку вот этого вот этой субстанции ну что поехали дальше экспериментировать значит у нас если вы этим интересовались и любопытствовали и любите вот это все корейское вы видели что спаржу продают в двух видах одна с морковкой другая просто такая желтенькая без морковки я люблю с морковкой она более сладкая более нежная но вообще если честно я не особо спаржи я люблю другие корейские блюда там кабачки грибы баклажаны хорошо отношусь к хе там и рыбному и на куриному из говядины тоже но вот спаржи это последний продукт на который я бы потратила деньги потому что в магазине упаковка спаржи стоит достаточно дорого и мне недостаточно как это сказать мотивации чтобы потратить эти деньги для приготовления спаржи и так я буду с морковкой смотрите что я сделала я не стала подготавливать морковку соломкой я ее просто натерла потому что корейская морковка идет как мой маринад до к спаржи то есть если делать по правилам нам нужно вначале приготовить корейскую морковку а потом уже заправлять спаржу и потом уже заправлять как это сказать коллективное блюдо спаржу с корейской морковкой поэтому я все решила намного намного упростить так ставлю разогреваться масло пока я буду насыпать все специи в общем чё я решила я решила два зубчика чеснока ой выдавить один зубчик чеснока оставить если будет недостаточно чесночного при привкуса в нашей импровизированной спаржи и так поехали все как всегда не забыла уксусная кислота ребята я кладу столовую ложку вы ориентируйтесь пожалуйста на свой вкус но не забывайте что уксусная кислота имеет свойство испаряться останется вместо вот этого одуряющего вот от чего кашляют от чего слезы даже выступают останется только легкая кислиночка сама сама уксусная кислота она как бы подваривает овощи или мясо кориандр молотый не обжаренный ой да что ж такое то у меня сегодня почему-то рука болит опять не то отделение посолить все лучше крупной солью от этой пищевой перец острый по вкусу по вкусу я хорошо отношусь к остроте перец сладкий абсолютно необязательный продукт он не дает вкуса он дает красоту чеснок кстати пока не забыла нашу импровизированную спаржу надо тоже присолить и тоже добавить уксус иначе она будет безвкусная внутри пусть она пока сама по себе обретает свой свою подсоленность так черный перец соевый соус две столовые ложки бахнула и сахарозаменитель вместо нормального сахара вот столько положу если будет мало добавлю если будет много сама себя побью перемешиваем зря перемешала зачем перемешала вообще непонятно сейчас ведь это масло кипящие доливать надо ну что уже сделаешь со мной вот такая я это от кого это от соуса масло раскалилось остатки лука в раскаленное масло и обжариваем до какой-то такой легкой золотиночки легкой легкой золотиночки ну чтобы он такой был не вареный но и не как там правильно сказать не я кориандр нам нужен соль нам нужна соевый соус нужен перцы нужно все нужно ну чтобы он был такой симпатичный если вы будете делать соевую спаржу без морковки то просто напросто всю заправку добавляют отдельно в спаржу все те же самые ингредиенты и соевый соус и соли и кориандр и два вида перца и уксус и сахар просто мы добавляем вот сюда и чеснок никаких проблем никаких сложностей масло с луком раскалилась вот видите лук ну кое-где он зажарился в общем он не сырой и он отдал маслу все свое весь свой вот этот вот все эфирное вот это вот до составляющие и остался вот тот приятный луковый запах который мы собственно говоря кто кто ест и нормально относится к луку который мы любим вот этот аромат кстати по поводу корейской кухни и лука это точно такая же вещь как и допустим картошка вот видите не шипит потому что у меня не было кучки специй я что-то вот но это не совсем здоровое состояние организма делает вот такие вот хитрые ходы и так перемешиваем вот это вот и есть заправка для соевой спаржи ну у меня не соевая спаржа у меня соевое сублимированное мясо заправки неплохо бы постоять настояться ну то есть как корейской моркови по-хорошему корейская морковь до кондиции доходит часов за 10 но я этого делать не буду как всегда пальцем дын 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 не могу понять я этого делать не буду то есть отдельно настаивать пусть настаивается все вместе кстати это абсолютно не перевод продуктов то есть если мне не понравится то нет необходимости говорить ой перевод продуктов готовила готовила потом все выбросила нет а почему а потому что у меня овощные обрезки были от вчерашнего от вчерашней курицы хе так как я готовить ближайшее время ничего не собираюсь на они бы у меня полежали полежали в холодильнике потом бы я психанула и выкинула те обрезки которые у меня бы там заветрились а мясо я с чего начала это сублимированное соевое мясо я с чего начала видео то я достала увидела что срок годности заканчиваясь собралась выбрасывать а потом решила почему бы мне не поэкспериментировать так пробуем по мне слишком соленым но это же надо еще не забывать что вот это сублимированное соевое мясо оно еще не впитала в себя отдельно заправлять то есть добавлять соевый соус соль кориандр уксус не буду потому что у меня получилось очень такая как бы ну активная заправка и на мой взгляд вот сейчас данный конкретный момент этого не стоит делать опять же напоминаю но чеснок я выдавлю потому что я чувствую кориандр я чувствую соль я чувствую по уксус но я абсолютно не чувствую привкуса чеснока поэтому я вот этот зубчик который у меня отлеживался тоже выдавила так и что я говорила в принципе это уже готовое блюдо но как я вчера говорила чем дольше вот самое то не знаю мне еще чуть не хватает следующий поезд в следующую поездку в магазин в глобус обязательно куплю кунжутные семечки в данном случае они были бы очень-очень кстати ну в принципе пусть настоится от вкуса спаржи нет ничего есть вкус корейской морковки но так как еще не настоялась это импровизированная спаржа то я не могу конкретно сказать скажу уже в следующий раз сейчас я в контейнер перекладываю контейнер где-то тут крышечка в холодильник и пусть постоит потом расскажу вам результат эксперимента в принципе в принципе внешне это симпатично ну а как не симпатично болгарский перчик огурчик морковка кинза смотрите какое разноцветие это сублимированное мясо оно и стало выглядеть как мясо они как спаржи вы же знаете что спаржа такая бело-желтенькая но она не желтая но белая в общем да это мясо оно никогда не будет беленьким оно и было изначально каким-то розоватым больше похоже на говядину хе но это не говядина хе конечно все друзья на сегодня это все у меня после обеда я не знаю миллион каких-то движух намечается поэтому пошла я спокойно посижу повяжу папа не знаю что по но не полежу это точно я за вчерашние это полежалки уже такую достаточную вину сама перед собой испытываю экспериментируйте не бойтесь ну выброситься выброситься но судя по всему не выброситься как-то вкус мой любимый корейский почему меня потянуло на корейские всякие вот эти штучки я не знаю видимо из-за того что как бы вот можно сказать что это безотходное производство и не остается практически никаких отходов кстати у меня погибает в холодильнике тут я так двумя пальцами показываю на холодильник у меня погибает в холодильнике качанчик пекинской капусты почему погибает я понять не могу вот так вот как-то случилось всегда она у меня хорошо идет но всегда такое бывает с каким-то продуктом он идет идет употребление а потом вдруг раз и загибается и я еще вчера когда делала курицу я подумала может мне из пекинки чем че сделать такой быстрый рецепт который не надо подвергать не кимчи а чимчи это немного другое блюдо и есть очень такой скоростной рецепт я думаю что его наверное изобрели русские потому что корейцы они более терпеливые и вот этот вот момент ферментирования там я не знаю месяцами либо или сколько они там кимчи свои выдерживают я знаю что по осени на зиму готовят всей семьей собираются и готовят огромный запас кимчи а чимчи я сделаю наверное после того как покажу вам свою зарядку друзья спасибо за просмотр и ставьте мне пожалуйста лайки а то я даже не знаю смотрите вы мои ролики или не смотрите я уже даже не говорю об обратной связи но значит что-то не то или нет вопросов и или нет вообще комментарии ну хотя бы лайкните типа я посмотрел молодец тетка все друзья хорошего всем дня хорошего всем настроения погода ну попрохладнее стало у меня ноги чувствуют что попрохладнее стал вот когда я простыла правильно я спала с открытым окном и видимо ноги раскрыла у меня суставы в этом смысле слабы все друзья хорошего дня до следующего видео встретимся как всегда улыбайтесь больше